МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом, и это значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. Меня зовут Максим Дудников, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Транспортные трудности. Мэр Владивостока обсудил со студентами ДВФО автобусное движение между материком и островом Русский. То, к чему я и призывал постоянно, то есть не замалчивать ситуацию, а где есть, выходить с предложениями, что сделать. Восьмой канал продолжает проект «От сердца к сердцу». 12-летней Сонни Дьячик очень нужна ваша помощь. То есть мы ночью гиповали, то есть доходило до скорой, мы вызывали скорую, у нас была кома. Приморский тандем. Экс-солист известной группы побывал в гостях на радио ВВС. Слава Богу, в последнее время я часто бываю в Владивостоке, и, например, в прошлом году я приезжал три раза с концертами. Также в выпуске очередное слушание по существу дела бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева состоялось в Тверском суде Москвы. И еще расскажем. Мягкий выпуск «В дикую природу» двух молодых тигров из реабилитационного центра Приморья завершен. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Полиция в Приморье задержала двоих мужчин, которые пытались устроить железнодорожные инциденты. Первый из-за ссоры с девушкой бросал на пути камни и ветки, а другой в пьяном виде положил на рельсы бетонный столб. Следственная оперативная группа задержала во Владивостоке 28-летнего жителя поселка Раздольное, который накладывал посторонние предметы, камни и ветки, на железнодорожные пути. В ходе проверки злоумышленник объяснил, что хулиганские действия он совершил по причине ссоры со своей девушкой. Во втором случае житель Владивостока в состоянии алкогольного опьянения положил бетонный столб на рельсы между станциями «Вторая речка» и «Чайка». Избежать аварии позволил только профессионализм машиниста-электрички, который увидел препятствие за полкилометра и успел экстренно затормозить. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. В обоих случаях речь шла о сходе поезда с рельсов и возможных человеческих жертвах. Тормозной путь железнодорожного транспорта, особенно угруженных составов, может достигать трёх километров. Поэтому подобные действия создают угрозу не только железнодорожным средствам, но и жизни и здоровью людей, заключила Мироненко. С 25 мая изменится время отправления электропоезда от станции Ружина до Владивостока. Теперь он будет отправляться в 6 часов 35 минут утра. Причиной изменения расписаний перевозчик называет ремонтные работы на железной дороге, которые планирует завершить до 13 июня. После чего будет восстановлена обычная схема движения. Отметим, что в связи с изменениями в расписании по всем станциям вдоль маршрута поменяется и время отправления и прибытия электропоезда во Владивосток. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов совместно с заместителями министра обороны Дмитрием Булгаковым и Тимуром Ивановым в ходе рабочей поездки на Дальний Восток проинспектируют объекты строительства и обустройства войск в Восточном военном округе. Как сообщили в Минобороны России, Руслан Цаликов уже прибыл в Южно-Сахалинск. В ходе рабочей поездки в Восточный военный округ первый замминистра обороны проинспектируют строящиеся объекты, военные объекты в Хабаровске, Уссурийске, Владивостоке и на Курильских островах. Тем временем очередное слушание по существу дела бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева состоялось в Тверском суде Москвы. К слову, еще два заседания пройдут на этой неделе. На слушании в понедельник нововведением со стороны обвинения стало предложение, чтобы защита озвучивала замечания не во время чтения документов, а в начале каждого последующего заседания. Это якобы оптимизирует процесс исследования дела. Судья предложение гособвинителя поддержал. Теперь защитники лишены возможности сразу указывать на нарушение и акцентировать внимание суда на недостоверность доказательной базы, сообщает Реа Владнюс со ссылкой на сайт в поддержку Игоря Пушкарева. Стоит напомнить, что в ходе предыдущих заседаний по существу дела сторона защиты озвучивала замечания, касающиеся достоверности доказательств представления незаверенных двойных копий документов. Говорилось также о несоблюдении процессуальных сроков, незаконных обысках и прослушке. После более чем четырехчасового заседания слушание было перенесено на четверг, 24 мая. Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы 18 апреля продлил арест Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова до 26 июля текущего года. На этот же период продлен и срок домашнего ареста Андрея Пушкарева. К слову, Верховный суд России отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкаревых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела. Отметим, что Игорь Пушкарев находится в сезон номер один Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дело многократно продлевали срок ареста. К другим темам. Транспортное движение между материком и островом Русский обсудил со студентами ДВФУ мэр города. На днях учащиеся Дальневосточного университета коллективно пожаловались на качество и количество автобусов. Глава Владивостока Виталий Беркиенко поручил управлению транспорта пересмотреть систему в целом и заявил, что в ближайшие две недели ситуация заметно улучшится. О том, какие изменения претерпит данный маршрут, расскажем в нашем следующем сюжете. Саня, Саня! Это видео 2012 года. Студенты ДВФУ переживают глобальный переезд университета на остров Русский. Первой проблемой, с которой сталкиваются учащиеся – транспорт. Буквально консервируя молодежь, автобус отправляется в путь. Как отмечают студенты, за эти 5-6 лет ситуация хоть и поменялась, однако все еще остается проблемной. На днях учащиеся Дальневосточного университета вновь коллективно пожаловались на качество и количество автобусов, следующих между островом и материком. В этот раз тема дошла до мэра Владивостока Виталия Веркиенко. А вот за студенческую инициативу я вас хотел поблагодарить. Собственно говоря, то, к чему я и призывал постоянно. То есть не замалчивать ситуацию, а где есть, выходить с предложениями, что сделать. В обеденный час пик Виталий Веркиенко лично проконтролировал, какие автобусы и с каким интервалом находились на остановке возле кампуса ДВФУ. Представители управления транспорта доложили главе о том, что сегодня по 9 маршрутам работает 41 единица транспорта, а в час пик интервал движения между ними составляет 3 минуты. Но студенты заявили, что такая статистика получается только в присутствии сотрудников управления транспорта. В 7.30 ребята стояли на остановке Изумруд. На студенческой, ну, на Изумруде они сели в автобус, на студенческой вообще никто не вошел. Остановка Зеленый остров, вообще, ну, проехали, не остановились, потому что места вообще нет. Услышав жалобы от студентов, Веркиенко поручил управлению транспорта принять дополнительные меры, а именно откорректировать расписание и пересмотреть маршрутную сеть в целом. Также глава отметил, что в ближайшее время все автобусы будут оснащены системой ГЛОНАСС, а обновленный автоматизированный диспетчерский центр станет работать в разы лучше. В планах за две недели, да, это сделать. И обновить систему, и установить датчики, и привязать их к системе. Для того, чтобы мы в автоматическом режиме могли вести мониторинг и накладывать штраф. Помимо этого, о чем говорит руководитель управления, еще и в ручном режиме, то есть дополнительный контроль будем обеспечивать. Вдобавок, следующим шагом в управлении транспортом станет запуск мобильного приложения, по которому пассажиры смогут увидеть, когда на остановку подойдет следующий автобус. Само приложение готово, и по планам оно начнет работу уже в июне. Максим Яковлев, новости на восьмом. Продолжая дорожную тему, в связи с производством ремонтных работ на инженерных сетях ограничено движение автотранспорта по улице Борисенко. Для организации безопасного движения автотранспорта на перекрестке улиц Монтажная и Борисенко были установлены временные дорожные знаки «Главная дорога», «Уступи дорогу» и «Направление главной дороги». Теперь автомобилисты, движущиеся с улицы Монтажной в направлении улицы Сахалинской, находятся на «Гладной дороге», а автомобили, которые двигаются со стороны улиц Можайской и Борисенко, обязаны уступить дорогу. Стоит отметить, что изменения в схеме движения введены для увеличения пропускной способности улиц Монтажной, Борисенко и Сахалинской, а также для организации безопасного движения на перекрестке. После завершения работ на инженерных сетях движение будет организовано в прежнем режиме. Первый в истории Морского государственного университета имени адмирала Невельского чемпионат стандарта WorldSkills по морским компетенциям стартовал накануне. Будущие моряки показали, как справляться с пожарами на судне, эвакуировать экипаж в открытом море и оказывать первую помощь даже при серьезных увечьях. Подробности в сюжете моего коллеги Евгения Черемухина. В Морском государственном университете имени адмирала Невельского в самом разгаре соревнования по профмастерству мирового класса WorldSkills. Накануне, в день открытия турнира, курсанты и студенты продемонстрировали свои знания и умения в таких областях, как судовождение, судомеханика, а также эксплуатация судовых энергетических установок. Сегодня WorldSkills проходит по компетенции безопасность жизнедеятельности на судне. Первый пункт – потушить пожар на корабле. Вернее, показать, как надо это делать, если беда приключится там, в открытом море. Моряки-огнеборцы и одновременно участники профсоревнований справляются со всеми испытаниями в командах – по три человека. В какой-то момент инструктор усложняет задачу. Группа вооружена дыхательными аппаратами и на ощупь необходимо найти задыхающего человека. Курсанты выносят жертву из пламени и с удовольствием снимают маски, чтобы вдохнуть чистого воздуха и набраться сил перед следующими испытаниями. Впереди медицинская станция. Вот этот манекен в течение дня был главной жертвой. Не то травм, которые у него по легенде есть, не то самих курсантов. Задача ребят – определить эту травму, степень тяжести и какие, собственно говоря, должны быть применены к нему меры для того, чтобы устранить эту травму. Снова команда и бравые парни бегут спасать жертву. Интересный момент. По правилам ребята должны вслух спрашивать у манекена о его состоянии, а отвечают им инструкторы. Так они должны узнать о характере телесных повреждений и принять соответствующие меры. Конкретно у этого несчастного – внутренний перелом бедра. Поняв, что болит нога, курсанты накладывают шины и осторожно несут бедолагу прочь. Будущие моряки – Влад, Павел и Дмитрий – так вошли в роль, что даже осторожно придерживают ему голову. И уже после спасения интересуются у манекена, как он себя чувствует. Нужно общаться с пострадавшим, потому что у него шоковая ситуация, и он будет чувствовать себя более комфортнее. Он будет осознавать, что с ним общаются, что он еще жив. Финальный этап соревнований проходит здесь, в бассейне МГУ. Курсанты должны с точности сымитировать крушение в море. А точнее – воспроизвести свои действия при спасении стонущего корабля. Цель – попасть в красный плот. Опять же, команда из трех человек. Трудность в том, что по условиям один должен быть без сознания. Двое аккуратно затаскивают товарища в плот и гребут к берегу. В конце они должны эвакуироваться с помощью тросов и карабинов. По легенде, за ними прилетел вертолет. Победителей и главных героев экшена по версии WorldSkills определят в конце недели. Евгений Черемухин, Сергей Тулатьев. Новости на восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Восьмой канал продолжает проект «От сердца к сердцу». 12-летний Сонни Дьячик. Очень нужна ваша помощь. Бывший солист группы «Тандем» Олег Чубыкин побывал в гостях на радио Ви-Би-Си. Мягкий выпуск в дикую природу двух молодых тигров из реабилитационного центра Приморья завершен. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Восьмой канал продолжает проект «От сердца к сердцу». 12-летний Соня Дьячек очень нужна ваша помощь. Бывший солист группы «Тандем» Олег Чубыкин побывал в гостях на радио Ви-Би-Си. Мягкий выпуск «В дикую природу» двух молодых тигров из реабилитационного центра Приморья завершен. Восьмой канал продолжает проект «От сердца к сердцу». Его мы реализуем совместно с РУСФОНДом. Зрители узнают о детях из Приморья, которым очень нужна ваша помощь. У 12-летней Сони Дьячек с сахарный диабет первого типа. Девочка заболела, когда ей было 4 года. Диабет протекал очень тяжело. Сахар в крови то достигал крайне высоких отметок, то резко падал. Ситуация изменилась в прошлом году, когда Соне установили инсулиновую помпу. Уровень сахара пришел в норму, самочувствие девочки заметно улучшилось. Но дорогостоящие расходные материалы к помпе быстро заканчиваются, а возможности приобрести их самостоятельно у семьи Сони Дьячек нет. Все подробности расскажет моя коллега Анна Бережная. Школа, танцы, рукоделие и, конечно, игры с младшим братом. Соня Дьячек успевает буквально все. Маму радуют хорошими оценками, многочисленными наградами за победы в танцевальных конкурсах. Но возможность участвовать в каждом из них у Сони появилась недавно. Год назад девочки установили инсулиновую помпу. До этого поездки в другие города Приморья были невозможны. Показатели сахара сильно менялись в течение дня. Чтобы вовремя сделать укол инсулина, мама Сони даже ждала девочку в коридоре школы во время уроков. Ребенок растет, это гормональный сбой. То есть вот этот вот гормональный фон, он меняется со временем. И сахара у нас стали нерегулируемые вообще. То есть так как он оставился утром и вечером протленный и короткий на еду, подколки мы делали, то получается инсулин продленный мы не могли вообще угадать. То есть мы ночью гиповали, то есть доходило до скорой, мы вызывали скорую, у нас была кома. Диагноз диабет первого типа Сони Дьячик поставили 8 лет назад, когда ей было 4 года. Девочка стала жаловаться на плохое самочувствие, резко похудела, появилась одышка. Мама обратилась к районному педиатру. Врач посоветовал сдать кровь на сахар. Его уровень был критически высоким. Соню сразу же госпитализировали в реанимацию эндокринологического отделения с острым осложнением сахарного диабета. Жизнь семьи поделилась на до и после. Сначала, конечно, всё было печально. Для меня вообще, я считала, жизнь была кончена. Мне было ужасно жалко, что так получилось. Но как бы жить-то надо дальше. Поэтому взяли себя в руки. И сейчас живём, считаем это просто как образ жизни. Конечно, много сложностей. Иголки были в своё время, шприцы. То есть это как бы непередаваемо. Исколотые пальцы, шишки кругом на ручках, на ножках. То есть это как бы было очень сложно. Инсулин уколами шприц-ручек Соне приходилось вводить 6 лет, более 7 раз в день. Невозможность подобрать адекватную состоянию дозу лекарства и болезненность уколов отрицательно сказывались на состоянии девочки. Соня постоянно жила в стрессе. Со временем появились осложнения. Нарушилась чувствительность в ногах. Они часто болели. Появились признаки энцефалопатии. Ситуация изменилась в прошлом году, когда Соне установили инсулиновую помпу. Уровень сахара пришёл в норму. Самочувствие девочки заметно улучшилось. Появились новые увлечения. Раскрашивание, рукоделие и не только. Ну, лизны я ещё делаю. Я их делаю из клея ПВА, сетерборат и натрия. Что такое сетерборат натрия? Ну, это такой компонент, который лизун сворачивает. Ага, то есть ты, можно сказать, профессиональный химик получается, да? Такой интерес к химии у 12-летней Сони не случайен. Девочка уже точно знает, кем хочет стать, когда вырастет. Я хочу стать доктором. А почему? Ну, я хочу лечить людей, которые болеют. Хочу помогать им. А доктором каким-то определённым или ещё не знаешь пока? Электринологом. Целеустремлённость и постоянное желание работать над собой помогают Соне добиваться высоких результатов в учёбе и в увлечениях. С инсулиновой помпой у неё есть возможность заниматься любимым делом. Но расходные материалы к помпе нужны ежедневно. За государственный счёт они не предоставляются, а стоят дорого. Соню и её младшего брата Ваню мама воспитывает одна. Недавно мальчику поставили диагноз бронхиальная астма. Теперь Ваня не ходит в детский сад и у мамы нет возможности устроиться на работу. С просьбой помочь оплатить Соне расходники для помпы, мама девочки обратилась в Русфонд. Необходимо собрать более 150 тысяч рублей. Для этого нужно отправить СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542. И тогда мечты Сони Дьячик обязательно сбудутся. Анна Бережная, Алексей Заровный. Новости на восьмом. За организацию съёмок благодарим трампункт медицинского центра «САНОС». Я напоминаю, помочь приморским подопечным Русфонда можно несколькими способами. Вся подробная информация есть на сайте благотворительного фонда. А сделать это прямо сейчас можно, отправив СМС-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. Количество отправленных СМС с одного номера не ограничено. Формирование здорового образа жизни и культуры потребления обсуждали медики и бизнесмены в рамках круглого стола во Владивостоке. Бизнес и медицинское сообщество пытались найти точки соприкосновения ради формирования здорового образа жизни населения. Все подробности узнаем у Катерины Матвеевой. Здоровый образ жизни – кредо сегодняшнего дня. Спортивные костюмы вытесняют платья, ценятся мышцы и упругое тело. ЗОЖ – это один из самых успешных маркетинговых примеров во всей истории. Однако у официальной медицины свои взгляды на то, что должен делать человек, чтобы быть здоровым. И это не силовые нагрузки в спортзале вкупы с употреблением БАДов. Тема генетического паспорта, она очень доступная. И уже в 21 веке, скажу так, не модно не знать свой генетический паспорт. Это неправильно. Это исследование, которое делается один раз в жизни. И согласно этой генетике можно понять, даже каким видом спорта тебе нужно заниматься, чтобы не навредить. Я имею в виду то, что это огромная физическая нагрузка, в том числе на женский организм, на мужской организм. По сути говоря, та, которая генетически человеку не запрограммирована. Это отсутствие каких-то, может быть, факторов выносливости. Ну ведь не случайно, кто-то марафонец, кто-то спринтер. А начать стоит с 10 тысяч шагов в день. Именно умеренные нагрузки наиболее эффективны для оздоровления организма и поднятия жизненного тонуса. Кстати, во Владивостоке уже в течение пяти лет проходят прогулки с врачом. Проект реализуется специалистами Владивостокского клиникодиагностического центра. Каждую субботу в 10 часов утра на набережной Цесаревича горожане учатся в скандинавской ходьбе. Слушают советы врачей и обучаются навыкам здорового образа жизни. Раз, два, три, четыре. Теперь под музыку. Сегодня тренд ЗОЖ подхватили многие производители и готовы предложить вкусные, но оттого не менее здоровые продукты питания. Врачи дали свои рекомендации бизнесу, на что обратить внимание, что принять к сведению, когда они говорят о здоровье. Это и производители той воды, которую мы пьем, это и производители различных видов продуктов, которые мы с вами и каждодневно покупаем. Они, честно скажу, технологии приготовления. И мы все честно попытаемся обсудить, что же из того, что каждодневно может быть на нашем столе в виде воды, еды, как может повлиять вообще самое банальное, тот же сон на человека. Медики советуют, прежде чем отправиться в спортзал, стоит посетить врача общей практики или эндокринолога. И, конечно, постараться завязать с вредными привычками. Тем же, кому сделать это сложно, на помощь придут медицинские технологии и бизнес. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Тем временем, бывший солист группы «Тандем» Олег Чубыкин побывал в гостях на радио Ви-Би-Си. В рамках встречи он рассказал ведущим о том, какие песни он исполнит на предстоящем концерте, какое количество времени уходит на написание композиции и чем он занимается, помимо записи нового альбома. Подробности расскажет Катерина Матвеева. Презентация музыкальных композиций, душевное общение и острые дискуссии. В гостях у радио Ви-Би-Си музыкант Олег Чубыкин и гитарист Владимир Ейрен. Пришли не с пустыми руками, а с новыми композициями. Все из альбома «Романтика», выход которого планируется уже в сентябре. После распада некогда популярной приморской группы «Тандем» Олег Чубыкин начал сольную карьеру. Сейчас в портфолио музыканта 8 полноценных сборников авторских песен. Его последняя пластинка вышла в 2013 году. Мне нравится твой громкий смех. Я люблю, когда ты печальна. Еще один отмерив день ровно в пачку сигарет. Любовь владивостокского зрителя не случайна. Олег родился в приморском городе Арсеньев. И свой творческий путь начал именно во Владивостоке. Кстати, приморской столице посвящено немало песен композитора. Слава Богу, в последнее время я часто бываю во Владивостоке. И, например, в прошлом году я приезжал три раза с концертами. И вот теперь приехал в этот раз. И я так понимаю, что интерес публики не ослабевает. И это приятно играть для публики, который знает слова всех твоих песен. Можно, в принципе, просто доставать гитару, играть. А поют уже те, кто приходит на концерты. В последнее время Олега все чаще приглашают в кино в качестве композитора. Его музыка звучит в комедии Павла Руминова «Статус свободен». А песни, написанные для фильма Егора Баранова «Саранча», вылились в очередной студийный альбом Чубыкина «Музыка к фильму Саранча». Певец признался, что старается следить за местными дарованиями, до сих пор скучает по Приморью и любит отдыхать в бухте Витязь. А во Владивостоке музыкант даст концерт четверг, 24 мая. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Мягкий выпуск в дикую природу двух молодых тигров из реабилитационного центра завершен. Сайхан и Лазовка вышли из временного вольера и отправились изучать новый дом леса Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр». Напомним, осиротевших, раненых и истощенных тигрят нашли сотрудники Приморского охотнодзора. Тигрят долго выхаживали в реабилитационном центре. Затем подросших хищников поселили в один вольер. Несмотря на то, что они от разных выводков, тигрята быстро нашли общий язык. После реабилитации тигров перевезли из Приморья в Еврейскую автономную область. Их было решено выпустить на волю так называемым «мягким способом», то есть без участия человека. В лесу был установлен специальный адаптационный временный вольер. Здесь Сайхан и Лазовка провели неделю, привыкая к местности. Временный вольер, установленный в тайге, специалисты открыли дистанционно. Но тигры не сразу вышли на волю. Как сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, животным потребовалось много времени, чтобы решиться на своего рода побег. Это связано с тем, что тигры – умные животные и понимают, что это может быть ловушка. Тигрица первая решилась покинуть вольер, начав свое движение на восток. А вот Сайхан не пошел за подругой. Он покинул вольер только спустя сутки и отправился на запад. Специалисты надеялись, что пара не распадется, и тигры будут держаться вместе. За их перемещением следят с помощью ошейников со встроенным GPS-модулем. «Пока рано делать вывод. Расстояние между двумя тиграми меньше суточного хода. Может, они договорились, что сначала обследуют территорию, а потом снова встретятся. Главное, что они на свободе. Радует, что тигры не возвращаются во временный вольер», отметил Сергей Арамилев, директор центра «Амурский тигр». Стоит отметить, что кроме Сайхана и Лазовки в Еврейской автономной области обитает 11 тигров. Некоторые из них также были выпущены здесь после реабилитации. Отличная кормовая база, существенная минимизация антропогенного влияния и хорошая охрана способствуют успешному расселению хищников на территории области. Далее о спорте. Приморские самбисты привезли четыре бронзовые медали с Чемпионата мира и Первенства России. Спортсменки со всего Дальнего Востока и Кореи встретятся на турнире по художественной гимнастике. Всероссийский турнир по спортивной борьбе примет Приморская столица. Ну а все подробности расскажет Максим Яковлев. Приморские самбисты отличились сразу на двух крупных соревнованиях – на Чемпионате Европы и Первенстве России. Международные состязания проходили в Греции. В турнире приняло участие более 300 спортсменов из 26 стран. В честь России и Приморья отстаивали Евгений Еремин и Маргарита Кравцова. По результатам трехдневных схваток национальная команда завоевала 12 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых наград, заняв первое место в общекомандном зачете. Свой вклад в победу внес Евгений Еремин, который стал бронзовым призером в весовой категории до 52 килограммов. Третьим местом отметились наши самбисты и на Первенстве России. Эти соревнования, которые объединили сотни спортсменов 12 и 14 лет, проходили в городе Кстова. Оттуда сразу три бронзовые медали увезли Валерия Белоусова, Ангелина Ковальская и Елисей Шулькин. Турнир по художественной гимнастике «Ника» пройдет во Владивостоке. Международные традиционные соревнования в этом году станут 21-ми по счету. Своя мастерство и красоту будут показывать сотни спортсменок от третьего юношеского разряда до мастеров спорта. Ожидается участие гимнасток из Приморья, Хабаровского края, Сахалинской области и Республики Корея. Девушки выступят как индивидуально, так и в групповых упражнениях. Стоит отметить, что такое необычное название турнир носит в память о мастере спорта по художественной гимнастике Светлане Никоноровой. Соревнования будут проходить с 25 по 27 мая в спорткомплексе «Олимпиец». Вход свободный. Владивосток встретит у себя Всероссийский турнир по спортивной борьбе. Соревнования пройдут в спортивном корпусе ДВФУ. Престижные схватки соберут более 180 борцов из 13 регионов страны. Участники из Приморья, Хабаровской, Якутии и других уголков России разыграют 21 комплект наград в трех видах борьбы – вольной, греко-римской и женской. Этот турнир включен во Всероссийский календарь Министерства спорта, поэтому победителям в своих весовых категориях будет присвоено звание мастера спорта России. Открытие крупных соревнований пройдет 26 мая в 12.00. Максим Яковлев, новости спорта на 8. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Полиция в Приморье задержала двоих мужчин, которые пытались устроить железнодорожные инциденты. Первый бросал на пути камни и ветки, а второй в пьяном виде положил на рельсы бетонный столб. В итоге против него возбуждено уголовное дело. Слушания по существу дела бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева продолжаются в Тверском суде Москвы. Из-за нововведений защитники лишены возможности сразу указывать на нарушения и акцентировать внимание суда на недостоверность доказательной базы. Учащиеся Дальневосточного университета коллективно пожаловались на качество и количество автобусов. Глава города поручил управлению транспорта пересмотреть систему в целом и заявил, что в ближайшие две недели ситуация заметно улучшится. В связи с производством ремонтных работ на инженерных сетях ограничено движение автотранспорта по улице Борисенко. Установлены новые дорожные знаки. После завершения работ на инженерных сетях движение будет организовано в прежнем режиме. Известный музыкант, экс-солист группы «Тандем» Олег Чубыкин побывал в гостях на радио ВИБИСИ, а во Владивостоке певец даст концерт в четверг, 24 мая. Два молодых тигра «Сайхан» и «Лазовка» вышли из временного вольера и отправились изучать новый дом. Леса Еврейской автономной области. За их перемещением следят с помощью ошейников со встроенным GPS-модулем. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. В среду 30 мая во Владивостоке состоится премьера документального фильма про металл «Темная сторона». Зрителям расскажут историю начинающего музыканта из Находки, который переехал во Владивосток, чтобы заниматься музыкой и влиться в метал-культуру столицы Приморья. Через этот рассказ отчетливо показано то, как развивалась тяжелая музыка в портовом городе и что поменялось после распада Советского Союза. Трейлер предстоящего киношедевра смотрим все вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на Восьмом. Владивосток. Город возможностей. Его рельеф поражает своим многообразием. Морской город на востоке необъятной России. Стремительный образ жизни не позволяет отвлечься ни на минуту. Но с заходом солнца он принимает другой облик. Открывается его другая темная сторона. Морской город на востоке необъятной России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok